В этом году закрыли детский дом, решили сделать здесь, строили птицефабрику. Это было ново, нужно было много птиц для того, чтобы люди немножечко получше жили. И тогда это было действительно очень-очень актуально. И поэтому сделали такую комсомольскую стройку. Строили птицефабрику и на месте детдома делали пионерский лагерь и копали озеро. То есть расширяли эти родники и вот это была такая комсомольская стройка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кто знает, может быть, в какие-то особые дни, может быть, да. Например, верили, что в праздник Святой Троицы или в успение Святой Богородицы они обретают свою самую мощную силу. Есть еще такие дубы, например, сквозное дубо. Вот если в такой день пролезть в эту дубу, то вообще стерешься. Ну а у нас вода. А вы мне усрать! Он за проявленное к ним неуважение, и неминуемо следовало наказание. Так верили наше ответственность. А она... ...поглава. 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 Мы находимся на такой демонстрационной площадке по земледелию. Чем она отличается от других? Если мы заглянем сюда, допустим, в эту теплицу, то мы увидим, что здесь земля не перекапана, а замульчирована. То есть мы здесь изучаем основы органического земледелия, пробуем выращивать, сравниваем методы и опробуем наиболее рациональный. Давайте вот посмотрим сюда. Вот стоят ящики, да? Как вы думаете, что там? Компост! Что еще? Что еще? Верми-компост, может быть. На самом деле здесь живут червяки. Это верми-компост, да? Это обычные ящики. Здесь ящики тебе поднять, там сделано... Походите. Вот сейчас, как бы, эту, да? Видите, здесь сделаны вот такие дырки, да? Здесь черви кладется корм, они когда съедают, сверху ставится ящик и насыпается корм горкой. И тогда черви отсюда приходят вверх в ящик. Когда еда там все не переработали, они пришли сюда, этот ящик ставится вниз, этот забирается, и это готовый результат их действий. То есть это очень хорошее органическое удобрение, которое раза два-три лучше, чем навоз, потому что там в концентрированном всем виде, без семян, и мы это используем для удобрения огорода. А вы утепляете на зиму? На зиму мы здесь не утепляем, а не просто в амбиоз, да? И оставляем здесь, да? Часть мы приносим в зимнюю теплицу. Мы видим разные виды компостеров, да? То есть, которые активны, которые перекидываются в другую, то есть, классические, которые покупаются, и самодельные, такие рациональные, которые закладываются, потом перегнивают. Потом мы планируем здесь сделать дырочки, посадить растения на основе компоста. Так, видим, что у нас участок производственный, он на зиму не пахан, а засеян в дыраках. Проходим чуть дальше. Я буду идти в экспериментальный участок. Здесь короба, в которых мы закладываем какие-то опыты для опробирования основ различных видов земледелия. То есть, в каждой коробе один опыт, несколько контрольных участков, и смотрим, как это работает. Плюс некоторые школы, с которыми мы сотрудничаем, повторяют такое, и мы сравниваем результаты. Если посмотреть на эту часть, то это участок плодового сада. Причем здесь вискнута такая ярусность. То есть, первые ряды это колоновидные, вторые ряды карлики, потом полукарлики, и на семенном подводе. То есть, соблюдается такая ярусность. Дальше здесь еще планируется на каждом дереве, допустим, на осеннем, привить 2-3 сорта, чтобы можно было сравнить. Потому что сейчас очень много сортов, но никто до конца их не попробовал, а просто рекламируют, и все. А вот хотелось, чтобы школьники и взрослые смотрели на этот яблонь и пробовали, и в реальность себя, то, что им больше нравится. Удобрение микросил для выращивания льна. То есть, участок разбивался на две части, оттуда поливался, оттуда не поливался. И мы, как бы, не научная организация, мы делаем такое научно-практическое, чтобы за счет фотографий, за счет небольших сравнений был виден результат. Ну и что? Ну, то есть, выниклики. Ну, то есть, выниклики. То есть, мы посмотрели, и пришли к виду, что он реально действует. Что там, где не поливался, или там, где поливался? Там, где поливался. То есть, выросло выше и длиннее было устойчиво к полиганию. Продолжение следует... ...экспертам и расскажут, что мы делали, и что будем дальше в течение последнего сегодняшнего рабочего часа делать. Все устали? Нет. Потому что у нас был проект с музейщиками. После 14 дней активной работы, они говорили, скорее бы на работу отдохнуть. Мы с ними активно работали до 11 часов, так что у вас еще очень легкий график. У нас был всего-то воркшоп «Сельский туризм через школьный сад». Направлен на то, чтобы выработать определенные приемы и методы, которые в дальнейшем могут войти, войдут в тренинговые программы для школьников по организации сельского туризма. И школа в данном случае выступает как базовый обучающий центр. И в нашей сегодняшней работе мы сделали упор на отдыхе, скажем так, то есть на организации досуга, как это в казенном языке называется, на организации той части, когда мы предлагаем какой-то отдых, какие-то интересные занятия для туристов. И сейчас как раз у нас происходила групповая работа, и разбившись по группам, наши школы вырабатывали такой единый маршрут между своими местами, выясняя, определяя, что самого интересного в каждом месте, и в частности в школьном саду, чем и школьный сад может быть привлекательным для путешественника. выясняя, чем эти точки могут быть объединены, и набросали такие вот небольшие маршруты. И сейчас вот как раз мы эти маршруты и с этими маршрутами познакомимся. Сейчас каждая группа расскажет то, что они набросали за вот эти три часа. У нас в самих группах были путешественники, которые проводили, скажем так, такую небольшую оценку изнутри. То есть, если давали отзыв нашим школам... Надо сказать, что это самое, наверное, сложное. Потому что это две области... Вычинкенская. Вычинкенская, да. Две области и очень удаленные друг от друга наступные функции. Ну, прежде чем презентовать наш маршрут, я хочу сказать... Мы провели беседу со своим туристом, и у нас очень привередливый турист. Который... Давайте я еще раз... Я смотрю непонимающие глаза этих журналистов. Дело в том, что в каждую группу был внедрен человек, который, как сказать... Который может потенциально вы его уговорите ехать или нет? И очень интересно, вот в конце реакция вашего туриста, поедет ли он по вашему маршруту. То есть, это человек не из региона, да? Это потенциальный путешественник, да? То есть, это молодая девушка, по которой неинтересно групповые туры, в которой, в принципе, неинтересно земледелие как таковое. То есть, на этом акцент тоже делать нам не стоит. Больше это какие-то там малые архитектурные формы, причем еще больше какая-то такая игровая форма, квестовая, возможно, для молодежи интересная. Вот из этого мы не сходили. И из-за того, что два свободных дня, то есть, это экскурсия на выходные. Учитывая, что у нас такое расстояние, то в каждой школе это где-то под три часа на два дня. Значит, наша экскурсия называется «Босинские приводы в школьном стаде». Ну, скажем так, ее суть... Вот так мы ее выросли. «Как провести добрый час, завитая пучей до нас, стани, гусан, шука и подарок отрывать». Мы сделали акцент на, скажем так, белорусские традиции и хакмей, то есть, делать что-то на ремесу. Вот Оссещия в городе Глубоком возле памятника Глубокской Вишни. Потом ждет нас памятник Мюнхгаузена. Знаете вообще, что в Глубоком существует такая легенда. И мы предлагаем своему путешественнику поучаствовать в стрельбе из косточки в Вишни. И одновременно ознакомиться с людьми. Дальше мы передвигаемся в Мерецковскую базовую школу. Мерецковскую, правильно, да? Школьный Вишневый сад. В школьном саду нас ждет замечательная традиция, которая уже есть Глубоком. Это продолжение по закладке Вишневого сада в рамках Вишневого фестиваля. И в школьном саду будем вместе с путешественником садить именную Вишну. Именная Вишня, которая будет названа в честь этого путешественника, который на момент данной экскурсии. Дальше нам Мерецковская базовая школа предлагает историю развития лошадного дизайна. Тоже будет все прислать на базе этой школы. Ну и, конечно, уже будет как площадкой вот это вот создание всего развития лошадного дизайна. Следующий этап нашего путешественника ждет Яблоневый сад школы. И здесь мы уловили такую нить, чтобы заинтересовать нашего путешественника. Потому что Яблоневый сад этой школы будет своеобразным мостом дружбы и сотрудничества Глубокского и Шарковшинского районов. И все это будет проделано в память селекционера садовода Шарковшинского района Ивана Павловича Секора. Тоже всем известного. И плавно, взяв за идею эту традицию, мы перемешаемся в адрогородок Глубокский Шарковшинского района. И как один важный этап и важная дата это 505 лет в местечку в Лушке. Вы поедете ли он по этому маршруту вместе со своей женой? Челубые озера в Украине. Не наши. Вы поедете этим летом? А почему вы или нет? Я присоединюсь. Пожалуйста, запишите. Сразу присоединяюсь. Вы поймите, в трех словах, что за маршрут? Пробуем вишневочку, потом яблочное. А это наше наследие от праздника с полковным оконам заставать из Паджина. И вот это все наследие мы дифференцировали и каждый маршрут имеет свою тематику. Каждый путешественник сможет найти здесь что-то свое. Если вы пойдете по зеленому маршруту от Мертвого до Обсы, то вы посетите экологические объекты. Это заказник Елья. Вы увидите Журавины, вы увидите болото. Вы посетите экологические объекты. вы приобщитесь к роднику, который лечит зрение. Можете полетить свое зрение. Отправившись в Друю, вы сможете от парка Сапегов отправиться в современный парк к вишневым аллеям и знать историю закладки и также попить родниковой водички. Отправившись в Слободку, вы сможете потом с изумительнейшим озоновой грязой ледникового периода посмотреть котлован бывшего озера под названием Чертовая яма ну и, конечно же, косвитер ледникового вода. Отправившись в Обсу, вы пройдете по экологической тропе, частью которой является школьный участок, посетить то место, на котором еще в 15-м году рос Дуб Патриарх, возраст которого был 300 лет. Существовала легенда, что там на поле он привязывал своего коня, но историки доказали, что это был Баркайдетоли. Но, значит, к активистам БРСМ после того, как наш Дуб Патриарх не выдержал очередного века, был заложен новый Дуб, проведена акция и на месте старого. Но осталось подождать 300 лет, и мы сможем снова отправиться к Дубу Патриарху. Если вы любите историю, то вам нужно отправиться по красному маршруту. Да, вам нужно отправиться по красному маршруту. Начать в нерах усадьбы и усыпальницы Милоши. С костюла в стиле модел, который не закрывался, единственный костюл Белорусс, который не закрывался в советские времена, который был действующим. Посетить церковь Свято-Труицкая, старобряческую церковь. Вообще, вот этот весь исторический маршрут объясняет то, что везде у нас жили в этих местах староверы. Скажем так, я на четверть тоже староверка. Тоже вот, что нас объединяет. Значит, Друе, богатейшее место исторических памятников, я весь список записывать не буду, там только существовало 17 храмов различных конфессий. Церкви, старобряческие, католические, синагоги, памятники Иване 1812 года, мост 1936 года. Посмотрите, как развелась система образования с 1777 года. Нынешнюю школу, которая, к сожалению, построена на месте разрушенных храмов и кладбищ. Отправляясь в Лободку, вы увидите одно из самых уникальнейших костелов, костел Божьего проведения 1903 года. Посетить памятник Иврис Синьи Полоцкой. И там же все места, которые связаны, к сожалению, с печальными событиями Второй мировой войны, что... Маршрут проходит по территории трех районов. Шашинского района, Лепестского и Кушашского. Протаженность маршрута... А кто у вас потяжет? Я. Олег. Значит, мы нашли несколько точек сопротивления наших районов. Это, например, такое, как... Ну, в военное время на территории этих трех районов действовала партизанская бригада Дубова. Очень большой материал по ним. Ну, по действиям этой бригады есть камни святые, всякие деревья, дубые, гелки, сосны. Ну, а мы выбрали исторические моменты. Значит, начинается наша экскурсия в деревне Тяпино. Родине белорусского посвятителя Василия Тяпинского. Значит, последователя здесь... Последователя работы в Карыне и, ну, можно сказать, что друга и соратника Симона Бужного. Значит, что здесь мы можем предложить? Ну, во-первых, в школе музей, в котором есть экспозиция, посвященная Тяпинску, потом этноподительская экспозиция. В месте не сохранилось вообще ничего, но считается, что на этом месте, когда постояло фанское поместье, и просто такая, ну, как бы видно, терраса такая, да, ландшафтная, вот эти вот такие террасы, терраса, гора такая. Не успеваем, значит, мы останавливаемся, в Жемчужине ночуем, и на следующее утро выдвигаемся в Ушачский район. И первой точкой нашей остановки является урочище Тартак. В польское язык Тартак переводится как мельница. До 1939 года на этом месте, на реке Ушачки была мельница и лесопилка, Тартак лесопилка переводится. Значит, интересная история, значит, до 1939 года это была пограничная зона, и хозяин этой мельницы был контрабандистом, ходил за мелким товаром. Пограничники его постоянно пытались поймать, ну и в конце концов убили. Весной не поймали, не поймали, не поймали, но убили. Да. Не будем вдаваться в подробности. Держи. нарядки, видят, что пошел в дом, жена живет, что, пошел, пишут, не найдут. А потом полтавский солдат обратил внимание, выходя, что широкая притолка, притолку открыли, а он два дома соединено, прятался, прятался. И стали выводить, убегать, и застрелили. Короче, застрелили его, весной не было кому открыть шлюзы, а там было два шлюза, один шлюз на мельницу, один шлюз на лесопилку, на две стороны от речки. И вода поднялась, и плотину смыла, и вот после этого уже плотины не стало. Подымал воду, круглые годы работала, и до четырех метров подымал воду. Дальше движемся в деревню Путилковичи. Это родина Петруша Учтиновича в Роуке, там можем посетить дом мужей, там памятник матери Елене Степановне. На территории Гомельского района. В нескольких областях есть несколько районов. Это Жогольский район, Светлогорский, и Петруша. Вот. Наш путешественник это взрослый человек, который путешествует с несколькими детьми. И имеет вот наш путешественник, да, два путешественника, имеет возможность разбить палаточный городок, то есть в свободе на передвижении, и в принципе не зависит от места ночевки. Не привилетливый такой. И в зависимости от того, от запроса нашего путешественника, мы построили два маршрута. Первый это исторический, это школьный сад по пути прохождения Екатерининского тракта. Сейчас представители школы расскажут. И второй это по пути памятников Великой Отечественной войны. Наш край очень богат данным партнером, поэтому как один он работает. начинаем мы свое путешествие с нашим путешественником. Прежде всего мы знаем, что он будет ехать на праздник Минска, конечно, из остановки, которая называется Красный Белый. Посетить эту остановку мы не можем, потому что там находится мемориал детям, жертвам войны. Ну, просто это уникальный мемориал. Если кто не видел вас, присутствует обязательно побывайте. Кроме этого, на этой территории находится усадьба Козел Поклевских. Я уже говорил, в Чечерске есть ратуша, наверное, одна из нескольких, которые остались, скажем так, историческая, часть нашего края, это тем, что здесь был в свое время жил Граб Чернышев, был усадьба Граба Чернышев, были его владения, был стекольный завод, который стеклом славился во всей Европе изделий стекла. Самый высокий, можно залезть, кстати, самый высокий. Мы как бы производим мимо. Потому что мы ездим для залезти в Козлесенье. Мы не едем для традиций посетить в Козлесенье. Мы едем в школьный сад. Здесь нам будет интересно посмотреть, что школьный сад это выход, скажем, своеобразный выход в сад лякеров, в средневековое земледелие, выращивание лекарственных трав. Здесь мы ожидаем, что нас покормят средневечными просмаками. Так как мы знаем, что там вокруг очень много археологических памятников различных, то наверняка были находки в том числе каких-то остатков растительности. И мы так подумали, что школьный сад, ну а так как археологический памятник это такая своеобразная вещь, на месте вообще ничего не понятно, без специального комментария, то мы так подумали, что как раз школьный сад мог бы быть такой площадочкой, где можно было эту географию сельскохозяйственную, археологическую и с ней познакомиться. Ну и соответственно, так как у нас дети, их постоянно надо кормить, то и покормить может быть кашей какой-нибудь старинной. Так, следующий наш пух. Ну, вот это вот стоколейная дорога, она была проложена всего за два летних месяца в 1916 году и в районе Обси располагались большие госпиталя, склады, военная база российских госпитал мировой войны и вот остаток есть для нашей ФАП, там есть. То есть и вот эта вот тема школьный сад, лекарственные растения, госпиталь, она очень, ну так скажем, увязывается с вашим местом, усадьба пляторов и таким образом можно было бы в качестве интерактива может быть попробовать сделать какой-то лечебный отваг или лечебную примочку, тоже может быть по рецептам еще тех времен. Перевязать всех детей, чтобы поднимать лед. Хорошая идея. Костя, как врач, может провести мастер-класс по курьям. Следующий наш пункт это Слободка. Но прежде чем добраться до Слободки мы будем проезжать к нему по гощи. Там у нас есть курганы, опять же мы можем взять какие-то археологические материалы оттуда. Радский Бор, там находятся казармы польских жалонеров и есть еще Звенись. Туда можно сводить детей. Остановиться.